Так вот, то, что я вам сейчас рекомендую, это вам тоже очень сильно надо, потому что главная проблема людей в современном обществе, это, ну как говорят, короткое замыкание. Человек замкнулся на своей семье, на работе и на телевизоре, и это постепенно истощает все сферы его жизни. Фактически он становится истощенным, даже с точки зрения деятельности, такой человек не сможет быть эффективным, успешным, и его возможность работать тоже тает, потому что собачка скользкая и вонючая никому не нужна, ни жене, ни работодателю, никому. Если человек теряет силы, он становится таким несчастным, замученным, то кому он нужен вообще? Понимаете, его с работы выгоняют, жена выгоняет, там муж уходит, жена уходит, приходят дружки такие же несчастные, выпивка начинается и понеслась. Меняйте свое восприятие мира, свою жизнь. С этого надо начинать. Не думайте, что вам не повезло, вот у меня муж такой, что он от меня ушел? Итак, первая причина, я вам сказал, это неправильный образ жизни. Запомнили? Вторая причина. Я вам рассказывал вчера, сама энергия любви в семье не может двигаться в жестком способе построения отношений. Надо понять принцип, что в семейной жизни чем мягче, тем эффективнее. Сказал нежнее, помягче, больше дойдет до близкого человека, чем ругнулся. Сказал, допустим, по-доброму, это легче как бы перевариться, поймется, чем если ты… И опять же, нужно всегда понимать одну простую вещь. Вот то, что тебе кажется, что ты там не сильно напряг, ему кажется не так. Вот, допустим, у женщины эмоциональность сама по себе очень сильная. И если говорить, чтобы влюбить в себя, допустим, эмоции проявить, это классная идея. Ну, то есть, допустим, молодой человек рядом с вами ходит, и вы рядом с ним. Ой, как мне это нравится! Вот, это супер! С этой точки зрения, понимаете? Проявлять эмоции рядом с тем, кто тебя любит. Это всегда приятно, классно. Вот, больше эмоций, больше любви. Это все классно. Но те же самые эмоции, если вам что-то не нравится, женщины, и вы начинаете… О, отстань от меня! Вот. Все это ему по сердцу так долбанет, что он потом два дня разговаривать не будет. А вы думаете, а что я такое сделала? Я просто сказала, как есть, и все. Вам это просто. Вот представьте, слон собачки наступит на ногу. Он даже не почувствует. Собачка там и зайдется воплями. Почему? Потому что нагрузка большая, нога тяжелая. Понимаете, точно так же у женщины эмоции, для мужчины это тяжелая нагрузка. Вот сравнивать слона с собачкой здесь уместно. Потому что эмоциональная сила женщины, для мужчины это жесть. Очень большой зашкал, понимаете, женщины. Вам это нормально. То же самое мужчина должен понимать, что если он давит своей грубостью, там, я тебе что сказал, на жену, то это для нее тоже зашкал. Ей очень тяжело это терпеть, потому что психика очень чувствительная, тонкая, нежная. Как бы ей вот, и она уже колбасит, она эмоции на вас выпускает. Она вы эмоции выпустили, вы на нее, вот. Она опять ее как бы заделана, еще больше эмоций, и начинается взрывная реакция. Понимаете, откуда она почему начинается? Потому что мы тупим, не понимаем, как друг друга устроены. Просто мы тупим, не понимаем, как общаться. Женщине надо как бы, знаете этот термин, носивой кобылей. Садитесь на свою сивую кобылу и аккуратненько подъезжайте к женщине. Так аккуратненько, моя дорогая, я хотел бы тебе сказать, что вот, то да сё, пятое-десятое, вот. Что слишком много денежек ты на платьишко хочешь. Мне зарабатывать придется три месяца. Теперь второй вариант, если ты говоришь, ты сколько бабок у меня просишь, мне горбатить три месяца, понимаешь? Ну, то есть, она ничего не поймет, потому что она воспримет это как оскорбление личности. То есть, для нее не важно, покупать это платье, не покупать. Ей все равно будет. Ей будет важно, как ты это сказал. То есть, ее психика будет разрушена самой грубостью. И она будет на саму грубость обижаться потом несколько дней. И потом ей от тебя это платье уже сто лет не понадобится. Хоть ты и хотел сказать, что типа, я могу тебе платье купить, но подешевле. Вот, понимаете? Ну, то есть, ты типа это, почему хотел сказать, что я типа, хочу тебе платье купить на самом деле. Но это слишком дорого. Ну, то есть, вот эту фразу ты хотел сказать. По-доброму, потому что ты ради своей жены готов на село все. Вот. Ну, так я и сказал, что тебе вообще ничего уже не надо. Ни платье, ни неплатье. И вообще она жить с тобой не хочет, хочет убежать. Потому что ей невыносимо терпеть грубость. Понимаете, да? И поэтому отсюда и женская непоследовательность как бы. Женщина хотела платье. Ты ей грубо сказал. Потом подходишь к ней и говорит, я платье не хочу. Ты что вообще? Мы уже выбрали платье. Она говорит, теперь не хочу. И он думал, ух ты мой, что вообще за ерунда? То хочу, то не хочу. Откуда это все идет? Потому что если отношения неправильные, она не может дальше от него ничего принимать уже. Все, ей ничего не надо. То есть, ей нужны отношения прежде всего. Нужно, чтобы энергия любви двигалась. Нужны нежные отношения. Добрый нежный стиль по отношению к женщине. Нет этого стиля, значит, тогда до свидания. Ничего не будет. И отсюда вот это вот как бы безумие, как с позиции мужчин. Ну договорились же, едем в отпуск. Что такое? Я отпуск взял на работе. Она говорит, я с тобой никуда не поеду. Почему она не поедет? Потому что нет любви. А что ехать? Ну что без любви ехать? Вот она не понимает. И говорит, я никуда не поеду. Вместо того, чтобы просто понять, что она вот расстроилась сильно. И сейчас не чувствует, что она может поехать. Надо просто по-доброму извиниться, сказать прости, подождать один денек. И она подумала, подумала, говорит, теперь опять поеду. Вот и все. Все опять поменялось в лучшую сторону. Почему? Потому что она успокоилась, восстановилась. Или, допустим, женщина, мужчину. И он уже не может. И она думала, что я такого сказала вообще? Ничего такого не сказала. Если бы женщине сказала, она бы даже не заметила. А мужику так нельзя говорить, потому что он не терпит эмоции. Если бы он терпел, он бы не влюблялся. Чего он встрюхался-то так? Потому что он не терпит эмоции. Женские эмоции, ему сердце как бы... Почему задели так сильно? Почему задели? Потому что сильная проникновенность. Два сердца очень сильно как бы проникают друг в друга. Эта же проникновенность сильная может так же его и сильно травмировать. Потому что сердце его от этой женщины не защищено. Все. Эмоционально сказала, он напрягся сильно. Прошла любовь, завяли помидоры. Почему? Потому что неправильное отношение. Продолжение следует...